Мы начинаем информационный час. С вами в студии Илья Сахаров. В школах Наринмара, поселках Искателей, Амдермах, Ривера, Нариноноса, сел Великовисочная и Коткино сегодня прозвенел последний звонок. Этот день без привлечения можно назвать праздником уходящего детства, прощанием с определенным этапом жизни и встречей с неизвестным будущим. 25 мая – незабываемый день для выпускников всех российских школ. Последний звонок сегодня прозвенел и в школах Нейнского округа. Наринмаре, поселки Искателей, Амдерме, Харивере, Нельмином-Носе, селах Великовисочная и Коткино. Наименьшее количество выпускников в школе поселка Амдерма. Всего один ребенок заканчивает 9 класс. Самое большое число выпускников в 4-й школе города. Здесь выпускаются 115 ребят. Скажите, для вас это все-таки грустный или радостный день? Он, конечно, радостный день. Сегодня мне задали вопрос, какой по счету последний звонок в моей педагогической деятельности. Это уже 30-й и 12-й здесь, в 4-й школе. Поэтому это всегда очень волнительно, это всегда очень запоминающе. Мы долго готовимся к этому празднику. И сегодняшний праздник готовила целая творческая команда. И, конечно же, выпускники. Они тоже сегодня очень волнуются. Это замечательный день в их жизни. Они стоят на пороге новой, свободной жизни, взрослой жизни, где они будут принимать решения самостоятельно. Решать, куда поступить, как учиться, в каком городе жить. Какие сюрпризы сегодня готовите в программе? Вы знаете, в последнее время с приходом учителя музыки на постоянную работу Людмилы Александровны Кулижниковой наши дети поют гимн России. И сегодня у нас хор из первоклашек и второклашек. А также много других сюрпризов. Маргарита Игоревна, сколько выпускников в этом году выпускаете из Теншколы? Да. На самом деле у нас много сегодня выпускников. Четыре девятых класса, 74 человека. И два одиннадцатых, 41 человек. То есть 115 человек – это наши выпускники. А каков медальный улов золото и сребро? Скромен, но достойный. Есть у нас такой человек – это Мухартов Илья, который, мы предполагаем, будет медалистом. Ну и в девятом классе три девушки, отличницы все годы, получат аттестат с отличием. Это Гошева Ирина, Соболева Валерия, Чуклина Александра. Тем более приятно, что девятиклассница Соболева Валерия номинирована на получение президентской премии в этом году за свою победу по краеведению на региональном уровне. Маргарита Юрьевна, что сегодня Вы хотите пожелать сегодняшним выпускникам девятых и одиннадцатых классов, для которых прозвенит сегодня последний звонок? Я хочу пожелать им правильных решений. Я хочу пожелать им оптимизма. Несмотря на то, что мы взрослые знаем, что жизнь трудна и подчас очень тяжела и путь жизненный тернист, я думаю, что надо идти смело и уверенно по жизни, и это я сегодня буду желать нашим выпускникам. По предварительным данным, с отличием оканчивают учебу восемь выпускников. Четверо в школе поселка Искателей, по одному в четвертой и в первой городских школах, а также в селе Ома и поселке Шойна. Медаль далась тяжелым трудом, очень упорным, каждый день старался, трудился. Очень жаль, что прощаться с школой, с учителями, с всеми своими друзьями, с которыми провели столько лет. Я не знаю, как я буду с ними расставаться, но с другой стороны, это, конечно, все грустно, но то, что закончилась школа, это значит, что открылись новые пути для развития, для самосовершенствования. Этот праздник не только для выпускников. 11 лет вместе с ними учились и родители. Я невероятно взволнована, растрогана. И, казалось бы, ребенок растет на глазах, и все само собой, что он вырос. И на самом деле, в то же время, это неожиданно. Неужели они выросли? Их нужно выпускать в новую жизнь. Это волнительно, трогательно. Впереди у ребят экзамены. Государственная итоговая аттестация для девятиклассников начнется 26 мая. Ребята будут сдавать экзамены по химии, информатике, обществознанию и литературе. Для 11-ти классников экзаменационная пора стартует 27 мая. Я очень рада закончить эту школу, потому что за эти два года, которые я здесь училась, она мне очень полюбилась. Тут очень отзывчивые педагоги, которые научили меня очень многому. Они развивали во мне таланты. Я выступала на олимпиадах, на различных конкурсах. И я очень довольна, что я училась именно здесь. Я планирую поступить в медицинский университет в городе Архангельске. Я сдаю ЕГЭ по химии, по биологии. Я хочу очень сильно, чтобы у меня сбылась моя мечта и я стала стоматологом. Врачи, учителя, инженеры и представители нефтяных профессий. Эти специальности востребованы в Ненецком округе. Поэтому регион заинтересован в том, чтобы выпускники, окончив вузы, вернулись обратно в округ. Что дальнейшие перспективы нашего региона прежде всего зависят от вас, ваши инициативы, целеустремлённость и желание идти вперёд. Уверен, ваши знания будут востребованы на родной земле. Все мы ждём от вас ярких открытий, новых идей, решений задач регионального масштаба. Судьба округа и всей страны за вами. Единый выпускной бал пройдёт на Ринмаре на площади Марацей 18 июня. Там же состоится вручение аттестатов и медалей отличникам учёбы.